Английские клички для собак мальчиков и девочек. Английские клички для собак давно уже вошли в моду, особенно это касается элитных пород животных, которым ими чаще всего выбирается, еще до приобретения собаки. Часто такие имена дают сразу в питомниках, а хозяева их не меняют. Они эффектно звучат на выставках, соревнованиях, где своего питомца нужно представить во всей красе, начиная от имени и заканчивая кончиком хвоста. Все детали важны. Важность имени для собаки. Имя щенка – один из самых важных аспектов его связи с хозяином. Ведь если имя благозвучное, выбранное осознанно, счастливый обладатель пса произносит его с особой интонацией, ему приятно проговаривать его вслух. Собаки очень умны, а потому они могут уловить в голосе хозяина позитивные ноты. Чаще всего обращение к собаке происходит по имени, если оно нравится хозяину, будет нравиться и животному. Многие зоологи считают, что кличка определяет характер питомца. Поэтому многие подходят к ее выбору осознанно, предпочитая иностранные имена, перевод которых означает те качества, которые хотелось, бы видеть в своем четвероногом друге. Собака в английском костюме. Кличка должна быть не слишком длинной, звучной, понятной и не должна быть схожа по звучанию с командами. Обратите внимание, если решено выбрать сложное или двойное имя для питомца, нужно подумать о том, как его сократить, чтобы пес быстрее привык к нему. Кличка полностью будет фигурировать во всех собачьих документах, а дома и на улице уместнее будет использование сокращенного варианта. Английский бульдог. Английские клички для разных пород собак. Часто кличка выбирается в зависимости от размера породы, например такой чисто английской породе, как корги подойдут имена типа Ричард, Людвиг, Милтон. Они будут напоминать о происхождении породы, а также о том, что эти милые животные на особым счету у королевы Великобритании. Но часто кличку выбирают, ориентируясь только на размер представителей породы. Для мелких пород подойдут следующие английские или американские имена для собак, в Великобритании и США клички практически идентичны. За исключением некоторых мелких нюансов. Бумот, для быстрых и активных щенков, баба звонкому и голосистому питомцу, который, любит лаять на прохожих, дроп, маленькому спокойному псу. Гриффин, милому малышу-мальчику, оно прекрасно подойдет, например, померанцу. Руди, гордым малышам. Смол, Литл, Бэйби Кидди Чайлд, самым маленьким питомцем. Туц, милое имя для песиков с капризным характером. Для крупных подойдут другие прозвища. Тол, Рокки, представителям высокорослых пород. Биг, Бэ, крупным, массивным собакам. Мейджор, рослым, мощным, статным красавцам. Гудли, максимум внушительному зверю. Хейви Халк, крупному, сильному животному. Тэнк, представителям. Самых крупных пород, Дюк, подходят благородным животным. Елизавета Вторая со своими корги. Кроме этого, стоит учитывать, что такая англоязычная кличка особенно хорошо подойдет для пород, выведенных, в Англии или США. Английский бульдог, английский кокер Спаниэль и Кинг Чарльз Спаниэль, английский мастиф, бигль, бобтейл, бордер, колли, грейхаунд и факсхаунд, джек-рассел-терьер, золотистый ретривер, йоркширский терьер, корги, сетер, уибет, эрдиль-терьер и проспект. Важно. Любая кличка, какой бы она ни была и что ни означало бы, главное, это интонация, с которой она будет произноситься хозяином. Если произносить имя строго, пес будет чувствовать за собой вину, но позитивный, дружелюбный, ласковый тон будет радовать и вдохновлять животное. Популярные имена для мальчиков. Самые популярные американские клички для собак-мальчиков. Бэ, Бир, Медведь, Бентли, Бадя, Бадя-приятель, Чарли, Чарли, Купер, Купер, Дюк-Дюк, Герцог, Мэкс, Макс, Рокки, Рокки, Тоби-Тоби, Зевс, Зевс, двойные английские клички для кобелей, Абсолют Пауэр, Эпсолут Пауэр, Абсолютная Власть. Айронмен, Айронмен, Железный Человек. Айс Сторм, Айс Сторм, Ледяной Ветер, Биг Бой, Биг Бой, Здоровяк, Блэк Мэджик, Блэк Мэджик, Черная Магия, Бэт Бой, Бэт Бой, Плохой Парень, Голд Даст, Голд Даст, Золотоносный Песок. Джангл Чайлд, Джангл Чайлд, Дитя Джунглей, Инер Спейс, Инер Спейс, Внутреннее Пространство, Крисмас Стар, Крисмас Стар, Рождественская Звезда. Ласт Самураи, Ласт Самураи. Последний Самурай, Папи Лав, Папи Лав, Щенячья Любовь. Сандэнс, Санданс, Танец Солнца. Популярные имена для девочек. Самые популярные женские собачьи английские клички. Белла, Белла, Дейзи, Дейзи, Маргаритка, Лусы, Люси, Сэйди, Сэйди, Молли, Молли, Лола, Лола, Софи, Софи, Зуи, Зой, Луна, Луна, Клоуи, Клоя, Такса в шляпе Шерлока Холмса. Из популярных двойных кличек самыми часто встречающимися являются. Арабиан Жасмин, Арабиан Джасмин. Индийский Жасмин. Бьютифул Герл, Бьютифул Герл, Красивая Девушка. Куин Элизабет, Квин Элизабет Королева Елизавета. Лонг, Кис, Лонг Кис, Долгий Поцелуй. Номбо Уан, Номбо Ван, Номер Один. Пёрпл Харт, Пёрпл Харт, Фиолетовое Сердце. Платинум, Блонд, Платинум Блонд, Очень Светлая Блондинка. Прити Бэйби, Прити Бэйби, Прелестное Дитя. Сага Бегинс, Сага Бегинс Начало. Саги. Севенс Хевен, Севен Хевен, Седьмые Небеса. Слиппинг Бьюти, Слиппинг Бьюти, Спящая Красавица. Спайс Гелл, Спайс Герл. Приятная Девушка. Фёрст Леди, Фёрст Лэйди, Первая Леди. Фор Лав, Фор Лав, Для Любви. Хевенс Гейт, Хевен Эс Гейт, Врата. Раи, Энджел Айс, Анджел Сайс, Ангельские Глаза. Выбор английских кличек как для самцов, так и для самок очень разнообразен, поэтому все ограничивается только потребностями и фантазией хозяина. Кому-то просто хочется подобрать звучное иностранное имя, другие выбирают сложные имена со значением. Двойные клички для собак на английском. Красивое благозвучное имя подходит для породистых собак, оно вносится во все документы питомца. У российских заводчиков принято писать его транслитом. У серьезных питомников принято соотносить кличку животного с названием места, где оно появилось на свет. Для всего помета используется одна буква, для первого помета А, для второго Б и Т. Д, двойные английские собачьи клички, это сочетание слов, чаще всего существительного и прилагательного, которые вместе образуют интересную, наполненную смыслом комбинацию. Важно, лучше чтобы часть клички соотносилась с породой. Не стоит называть белую собаку, как черную, а представители мелких пород также как крупных. Неуместно будет выглядеть шпиц, кличка которого больше подходит Алабаю. Популярные универсальные двойные английские имена для собак, подходят и мальчикам, и девочкам. Аманд Кукис, миндальное печенье. Бэйби Лав, любимый малыш, Чарминг Бэйби, очаровательный ребенок. Катан Кэнди, сахарная вата. Даймонд Даст, алмазная, пыль. Фрэш Винд, освежающий ветерок. Галакси Фридом, свободная галактика. Хэппи Дэй, счастливый день. Ход Пеппа, горячий. Перчик, лавли герл, любимая девочка. Милки Вэй, млечный путь. Нью Стар, новая звезда. Найт Мэджик, ночное волшебство. Норд Стар, северная звезда. Пинк Флауэр, розовый цветок. Квин оф Зе Найт, царица ночи. Старий Скай, звездное небо. Саня Смайл, солнечная улыбка. Свит Оранж, сладкий апельсин. Вайт Эйнджел, белый ангел. Как называют псов знаменитости. Собак невозможно не любить. Знают об этом и знаменитости, причем неважно, в какой области науки, культуры, искусства или политики они прославились. Часто люди хотят немного приблизиться к своим кумирам и выбирают клички для своих питомцев такие же, как у известных личностей. Лабрадор Кони. Список кличек собак популярных людей. Артур Собака, Джона, Бадди Лабрадор Б, Клинтона, Барни, Шотландский Терьер Д, Буша, Бит Бит, Чихуахуа Б, Спивс, Блул Собака Д, Духовны, Вулфи, Йорк Б, Уиллиса, Вуф и Ветривер Р, Зельвигер, Даймонд Собакой, Ньютона, Джозеф Собака Т, Круза, Джордж Собака Д, Керри, Джофи Собака З, Фрейда, Кока Шанель, Французский Бульдогер, Уизерспун, Мася Собака Г, Б, Харламова, Мафия Собака Д, Донцовой, Мафия, Пуделем, Монро Подарян Ф, Синатрой, Норман Кори Терьер Д, Энистон, Олдшип Собака, Пресли, Пит, Буль Терьер Т, Рузвельта, Поппи, Чихуахуас, Балок, Пурти Собака Б, Пита, Темплтон, Собака Д, Берримор, Фенни, Мобс Д, Донцовой, Фрэнк Синатра, Бульдогер, Уизерспун, Хлоя Собака Л, Лохан, Холдин, Лабрадор Г, Пелтроу, Хоппер Спаниэльк, Хокс, Хьюго Собака М, Монро, Чарли Собака Д, Лав Хьюитт, Чикита, Чихуахуа Мадонны. К сведению, в российском обществе на протяжении уже многих лет держится тенденция называть своих питомцев кличкой кони в честь черного лабрадора президентов Путина, на что стоит обратить внимание. Помимо того, что кличка должна быть красивой, она должна быть еще и удобопроизносимой. У хозяина не должно возникать трудностей при проговаривании клички. При приучении особенно важно как можно чаще произносить ее, чтобы щенок быстрее привык к своему новому имени, усвоил его. Правила выбора клички для собаки на английском. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе имени для своего нового питомца, это его отличительные черты, порода, происхождение, размер, окрас, характер. После этого следует определяться со словом, которым будут звать пса. Оно должно быть звучным, легким, таким, чтобы животное как можно быстрее научилось ассоциировать себя с ним. Важно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы имя собаки перекликалось с одной из команд, особенно, самых распространенных. Это непременно приведет к появлению большого количества трудностей как во время воспитания животного, так и во время дальнейшей его жизни. При выборе клички стоит знать не только как в Америке или Англии называют собак, но и как выбранная кличка переводится на русский язык. Лучше не допускать, чтобы переводом было что-то неприличное или абсурдное. Сейчас людей, хорошо знающих английский, все больше, поэтому хозяин и питомец легко могут оказаться предметами насмешек. Также стоит учитывать, что кличка должна соответствовать породе, размеру и цвету собаки. Как приучить щенка отзываться на кличку? Приучать собаку к кличке стоит с момента его появления в доме. Для этого нужно. С первого дня нахождения малыша дома его можно звать только по имени. Не стоит употреблять даже уменьшительно ласкательные прозвища. Песик должен привыкнуть только к кличке. Нельзя использовать также подзывающие звуки. Можно пользоваться дополнительным поощрением, если животное будет откликаться на свое прозвище. Но увлекаться этим не стоит, пес не должен привыкнуть к тому, что его всегда хвалят за отклик. После того как щенок начал подходить, к своему хозяину и членам семьи позову, нужно приучить его к какой-либо команде, чтобы он научился переключаться и понимать, где его имя, а где побуждение к действию, щенок Кокер Спаниеля. Английские клички для собак популярны, благозвучны, интересны, можно выбрать вариант с особым смыслом. Но к выбору нужно подойти со всей ответственностью, тогда союз собаки и хозяина будет с самого начала радовать обоих.